«Пришел домой с работы, а дома их нет, хотя было видно, что она подготовила вещи, чтобы оставить мне Луизу, а самой пойти в садик за второй дочкой и вести ее на танцы. Я подумал, что они просто вышли». Но оказалось, что второй ребенок был все еще в саду. Так Юрис вспоминает события 1 ноября. Его супруга Анна и 4-месячная дочка Луиза пропали. Телефон выключен. Юрис стал звонить в полицию. Он знал, что ситуация может быть серьезная. «У нее была послеродовая депрессия. Сначала с бессонницей, с приступами паники. Она обращалась к врачу, начала употреблять антидепрессанты. После этого она однажды уже пыталась совершить самоубийство, но без ребенка, в середине сентября. Ее выписали больше лекарств, сон улучшился». Юрис самостоятельно выяснил, что Анна использовала прокатную машину «Болт». И через гугл-карты изучала местность в Волгунской волости. Позже именно там, в лесном массиве, полиция и обнаружит прокатную машину. Юрис сам отправился туда ночью на поиски, но никого не нашел. А полиция, по его словам, выехала на место только утром. «Мы констатировали машину, на которой она передвигалась. И в салоне этой машины был констатирован ребенок, к сожалению, уже не живой. На данный момент начат уголовный процесс, происходят оперативно-следственные мероприятия с целью установить обстоятельства пропажи, обстоятельства наступления смерти. И также продолжаются разыскновенные мероприятия в отношении Анны и Ансона. Задействованы различные службы, в том числе и ЗМСАРД, в негосударственные поисковые добровольческие организации». Умершую дочку Юрису дали осмотреть спустя несколько часов. Видимых повреждений на теле не было. Но Юриса не покидает вопрос, могло ли все закончиться иначе, если бы полиция сразу поехала с ним в лес ночью искать машину. «Я передал им всю информацию, которую выяснил. Мне ничего не говорят, просто забрали компьютер и телефон. Ищут в них что-то, что может помочь. Но я сам хочу искать». Поиски Анны Янсона продолжаются.